лет блин твою мать сайт обмен конечно разочаровал меня мог бы сразу просто туда фигануть я почти моментально нажал а это же дома до вода помнят а может и нет но она эта мелодия была в доме 2d я теперь знаю что дом 2d делали говнари это разочарование кино то я вообще в жизни не слышал нифига се 1-0 боже я забил надо признать что я потею но я играл хуже но выход кабая что-то поменял то есть борьба появилась о боже мрази бля спасибо лена сука мне полете защитники которые отбирают хуй знает куда стоя в упор ну включите кого слава богу я про я просто не знаю что это сделать я жму на все кнопки блять хоть как-то чтобы отбиться ну а ну ну понятно короче здесь эта туфта началась когда знаете ну типа хрен отберешь как-то надо пережить этот момент ну как обумен беги куда-нибудь как же сука тяжко почему вы не отбираете у него мяч блять все к нему отскакивает как надо подкатиться и как отобрать чтобы мяч у меня остался вот это вот этот пас это пример того как мне тяжело играть то есть они метр не могут отдать сейчас так меня прижала просто игра я не знаю чё делать про ну просто не знаю ну типа никуда не отдать ничего не сделать давайте чуваки ну давай кабай отлично хорошо что он не отнял да почему ты не на ливандовского то отдал ты я не давай давай вот впереди чувак быстрее играйте мюллер вперед беги беги давай обменка толка его ох как же мне хочется выиграть этот матч на столько усилий приложил это чувак такой же просто ну такой же как тот которому я 5-1 просрал блин ну как отвидали отскакивать на 4 метра то о боже я не знаю просто давайте парни ну подойди какой-нибудь бомж с ума что ли сошел рядом же стоит игрок блять один стоит другой такую передачу отдает вот в в в в в в в в это в Беги, беги, беги. Пожалуйста, Абумиянг, заканчивай. Класс. Это в мяч. Это было в мяч. Ну, ему достаточно выбить вперед, блядь, и нормально. Тут Неймор сейчас всех разберет. Блядь! Блядь! Сука. Защитник там столкнулся с кем-то. Как я сейчас отскочила. Свести, пожалуйста, судья. Господи, это просто нереальный труд. Да ну мачь, мне надо пойти умыться. Не знаю. Не знаю. Сука. даже не знаю самое обидное тошно от выпала командой тесни до конца играть это конечно жесть чувак ну извини я думаю сейчас смотрит на эту картинку и дико негодует что поделать что поделать жизнь не всегда справедливо ладно мне надо менять что-то явно для начала я миллера поставлю сюда наверно нет это не помогает блин кабан грисман кого еще набирал да это полный отстой я понимаю то но боли не могу играть без кабая в центре это бесполезно абсолютно поехали придется убрать обумиянга но впрочем запас то его хочу посадить я вообще сделал нас так ну теперь любой результат этого драфта будет положить меня выиграл матч который просто не знаю сложнее чем пройти балла бы жуть мне напомнил он хоккей пока с ргг только там я против компа играл сорян не могу горшка слушать еще очередной араб теперь уже неважно теперь я доволен результатом буду играть на пофиг но тут по-другому и не выйдет видимо сейчас меня просто на разбомбят так так Субтитры сделал DimaTorzok ХЗ что-то совсем этим делать? Не знаю, я не понимаю, как эти проходы сбоку контрить У меня защитники все время мимо пробегают, я не могу их доконтролить Все голы, которые я пропускаю, они вот примерно такие Я уже не помню, когда меня там с комбинацией забили Либо дальний удар, либо чувак дает на фланг, там какой-нибудь месси режет угол Ну я хз, реально, вся надежда на то, что не отскочит Или вратарь отобьет или не отскочит к его игрокам Но я так играть отказываюсь, это какое-то говноедство просто нереальное Я не знаю, им интересно сами, наверное Жаль Ну нет, тут не жаль, в принципе После сложнейшего матча был бы Глупо надеяться, что я очередного араба обыграю Который говноедством занимается Еще чувак один доказывал, что FIFA стала более комбинационной Да, конечно Охренительно она комбинационная За дудости кто-нибудь этого араба Который говноедством Просто уже смешно Еще какой-то чувак унылое говно поставил Под него трудно было собраться И настроиться Может, его телка бросила Или это он бэху разбил О Блин, надо, кстати, всегда запомнить, что драфт надо начинать с полу защиты Типа собирать Чтобы не подстраивать полу защиту Не набирать бичей каких-то обсосных Под нападающих Потому что полу защита здесь Ну, типа, важна очень Нет, весь драфт пришлось Играть с какими-то уродами И ничего не вышло Хотя, в общем-то, я начинал с мюллера Если подумать Ну да ладно Надо брать каких-нибудь уродов Типа кабая Чуваков, которые с интерсепшнсами Не дают Играть другим Блин, ссаны и арабы Я серьезно Может, у них какая-то школа киберспорта есть Там, типа, не знаю Просто у меня даже, ну, теории никакой нету Кроме того, что им делать нечего И поэтому они так хорошо играют А, прикольно получилось Так это обработка какая-то, по-моему, там Сквозь ногу мяч прошел Не знаю, с чем я уберем Надо было дальше идти катать Блин Вообще, сейчас, по-моему, игра давала шанс Ну, типа, как-то У него как-то команда села У меня наоборот, видите, начала отбирать Надо было мне воспользоваться этим А не дресней страдать Но Я че-то забил А то, может быть, второй бы забил Да там, питтайм бы закончился А, ну все, понятно Какую мне кнопку нажать, чтобы это прекратить О, прикольная песня Блять Он держал меня У меня точно такое было Мюллер в касании не может сыграть Впрочем, здесь все не могут Ничего Мэм Гризманг Нулевый Блин, надо было одну штуку провернуть На ланте уже не важно Прикольно Бан, сука Блин, жаль, в больницу не отправил этого урода Или отправил Сука Блять Отскок бы мне вот ушел Сейчас На Мюллера Который мяч отобрал Ой, все Началось Блять Вот почему у него Отскакивает к нему, а? Блин Тихо-тихо-тихо-тихо Да не ему Я кинал Не дали паз сделать Какой-то он кнопку жмет Что его игроки пасут моих вот так вот близко Я жму на паз Я жму на паз, типа В руководстве было написано, что паз У меня нихрена не получается Блять Ну-ка в чате быстро подскажите Я тогда выиграю Этого говноеда Вот как мне сделать так, чтобы мой игрок в упор к нему подошел И нихрена делать не давал Кто-то же должен уметь Блять Ну все, это конец R1 вроде Нихера это не R1, чувак Это нихера не R1 Я R1 регулярно зажимаю От этого вообще никакого толку Они только тут теряют позиции Блин, красивая мелодия Жаль песни Адрисне какой-то Прощай Никто Больше ни у кого нету? В смысле это Ни у кого нету идей, кроме R1? Скажите, пожалуйста Вот, я жму R1 Ничего не происходит Сейчас отобрал Сейчас отобрал Но это случайность Вот все стоят Или действительно R1? Может и R1, кстати Может я играть Наконец смогу Нормально в обороне Но здесь я уже явно Не выиграю К сожалению Но поборолся Хотя бы Давай R1 Давай еще Не, ни хрена Это не R1 Они все равно Тупят Забейте Че, тебя забанить Типа Или Без проблем Раз ты сам попросил Дай Как же Что 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 Ну и лак. Ну и лак. Ну слушай, R1 реально как-то прикольнее стало. Я просто не понимаю, как эта кнопка работает. Чувак, который про неё написал, ну-ка напиши. Принцип работает, кнопки, когда её надо нажимать. Может получше в защите стану играть, а то в обороне вообще ничего не могу сделать против этих говноедов, блять. Албанских. L2 и R1. Окей. Ну это неудобно, я не хочу их нажимать. Нельзя какой-нибудь другой способ? Это два крюка и они хрен знает где расположены. Это же совсем пасос. Неудобно и сложно. Нет других способов обороняться? Это же трясня полная. Я как в танковом каком-то симуляторе придётся... Блин, ну это чё такое? Просто жесть. Ещё переключать надо игроков. У меня, извините, всего пять пальцев и на геймпаде лежат только четыре. Я не могу этого делать. Вы вообще представляете расположение R1, L2, при этом мне надо ещё переключать игроков на... Не, ну это невозможно. Физически. Жмёшь R1, игрок неконтролируемый тобой убегает на соперника. L2 или L2 позволяет мне пересенгую быть рядом с соперником. Держа мяч перед собой, чтобы в нужный момент использоваться отбора и завладить им. Блин, ну и каус. Слушай, чуваки, не, лучше вообще забыть про эти кнопки. В параметрах управления поставь стандартную защиту. Чувак, ты чё, дебил? Ты понимаешь, что я в онлайне играю против соперников и здесь нельзя её поставить? Сложно. Ну реально сложно, чувак, но я не понимаю, как вот. То есть у меня вот рука. У меня указательные пальцы на R2 и L2 лежат. Переключать игроков на L1 уже, правильно? То есть мне надо переключать на L1, потом сразу нажимать на R1, чтобы игроки быстро бежали. Мне надо держать R2 одновременно с R1, что уже невозможно. И при этом ещё сжать L2 и при этом отбирает второй игрок, а не первый. А есть ли какая-то кнопка, которая, типа, набегать позволяет? R1. Дук они пробегают мимо, они не дефают, когда я включаю игрока рядом. Ни хрена, я пытался так играть с таким типом обороны. Есть какая-нибудь схема управления, в которой вообще верхние стики, там, только для, допустим, смены игрока и ускорения, а все остальные на... я не знаю, за что-то другое отвечают. Санэррап упал. Есть какой-нибудь гайд по защите на ютубе? Поищите, пожалуйста, гайд от какого-нибудь киберспортсмена. Я попробую понять. Поищите на ютубе, киньте ссылку. Как раз последний, типа, запущу и попробую с нормальной обороной, если у меня получится. Я, в принципе, не идёт. Я понимаю, что что-то не так, игроки не должны так тупить. Блядь, опять мне не упало нормальной тактики, ну что ты будешь делать? Ладно, давайте эту и Рональду возьмём. Пора играть с Месси и Рональдой. Пока я возьму Бензиму, и Месси всё равно с Рональдой ещё раз 10 упадут. Что это за? бомжетской адресня скинули я искал там 40 на черной кран 5 часов же файли сеньги на очень крепко где я испанцы снял Все, давайте Рональду. Бород с информой получил. Блин, ребята действительно веселые. Подробный кайт с гнапками. Сейчас буду смотреть, попробую повторить во время игры. Че-то сгунно ели. У меня уже ничего хорошего не упадет, я так понял. Так, вот Бейл приехал. Иньеста надо брать, конечно. Могут уже и не дать. Да, Рональду в этот раз, конечно, не дали. Хотя, я думал, будет. Блин. Даже состав не дали нормальный дособрать. Пиздец. Давайте, право защитника. Спасибо. Класс. Так, че там? Право защитника нет совсем никакого. У меня нет совсем никакого НМ. Направо тогда поставлю, наверное, Бартру. Так, ладно, хватит оргазма Нострадамуса, пошли гайды смотреть. Два их даже. Начинаем. Да, я понял, давай. FIFA 15 Тотериал, кто это скинул? Давай, забаните. На 30 дней. Чувак, я не в эту игру играю, если ты не понял. Это, кстати, араб учит, я чувствую по акценту. Сегодня, ребята, я вам покажу вам, как защитить байк от оппонентов. По-другому, эта техника не была доступна в бета версии FIFA 16. Но теперь, в целом версии, она здесь опять, ребята, и работает правильно, как в FIFA 15. Это очень полезная техника, которая позволяет тебе защитить байк от оппонентов, которые пытаются тебя отверстия. Это будет дать тебе много игроков, поэтому будьте уверены, что ты получаешь от этого туториала. Блин, чувак, это не по игре в защите туториал. Чувак, это просто по толканию. Это мне не нужно, я жму на эту кнопку, когда потолкаться надо. Где защита? How to play in defense? Найдите мне это видео. Погнали. ДИНАМИ 0-1 here with my very first FIFA 16. ...а lot better, and the attackers are quite the opposite. They're a lot slower, the reaction times are a lot slower. You can't just pass the ball up the pitch really quickly and expect to go on the counter-attack. As you can see here in these few examples, it's just not as easy as before. But there's still some tips you really have to follow in order to become really good at FIFA 16. And the first one is to stay back, guys. It's how I started my FIFA 15 tutorial, and it is how I'm starting this tutorial. It is so, so important. You want to make sure with your back line, your center backs, your right back, your left back, you're constantly pushing them back and staying in between the attacker and the goalkeeper at all times. Make them make mistakes, guys. Don't try to put pressure. Don't try to do all this stuff and go on the counter-attack and constantly always want the ball. Take your time. Be patient. Make them make the mistakes. They're going to run into you because they're going to run out of space, and they're going to have to run into you if you stay between them and the goalkeeper. Now, when you want to apply pressure, if they like to pass the ball at the opponent, for taking the ball away from them, for getting in passing, that is really where it goes. And Peluso needs to make a goal from the line because that's why he wants me to think it's going to run out of space. Блин, она дрисня какая-то. Где кнопки показывают, какие нажимать надо? You will become real masters of defending and you will not concede any goals if you follow my tips carefully. But before we get into today's tutorial, make sure to drop a like on the video, share with your friends, leave a comment below and to show your love towards my channel. So, we are going to start off with the basics. We have two types of tackles in FIFA 16, sliding and standing. Both are extremely useful depending on the situation you're in. Sliding tackles are recommended when your opponent is sprinting with a ball. And the only way for you to catch up with him is by doing a sliding tackle. Keep the left analog pressed towards the ball and press square or X to make a sliding tackle and take the ball. For the rest of the situations, I usually use standing tackles as long as my opponent is in front of me, like in the following example. All you need to do, guys, is to keep the left analog pressed towards the ball and tap circle. Or be all of your controller. Make sure that your player is as close to your opponent as possible and the distance to the ball is minimal in order for him to make a proper tackle. Anyways, in my opinion, you will double or even triple the efficacy of taking the ball by combining either the sliding or standing tackle with the jacking movement. The jacking movement is a special technique which will change the body position of your player. He will become more aggressive. He will focus on the ball only. And his new body position prevents skill moves in other attempts at going past the player. And, guys, in order to apply this movement to your player, you need to call down the L2LT button of your controller. And, depending on the situation, use item all the two types of tackles. This is, without a doubt, my favorite technique and I always use it while defending. Also, you can press the sprint button while doing the jacking movement in order for you to start doing another move called running jacking. It's recommended when your opponent is sprinting and you want to cover the gaps ASAP. It's like the normal jacking movement, but at the same time, the player is moving quicker. Another way of defending is by using the contain technique. Press and code A or X of your controller. And then, your selected player will automatically run to the opponent on the ball, but he will always keep a 2-meter distance from him, which allows your opponent either to pass or shoot the ball. That's why I very rarely use this technique, guys. Another way of defending the ball when you come into contact with your opponent is by pushing him away from the ball. The bigger your player is, the easier he will rip the ball from him. All you need to do in order to win an advantage over the situation is to tap circle or be a good player. All you need to do in another way of taking the ball when you come into contact with your opponent is by pushing him away from the ball, but by using the contain technique. Press and code A or X of your controller and then your selected player will automatically approach the opponent on the ball, but he will always keep a 2-meter distance from him, which allows your opponent either to pass or shoot the ball. That's why I very rarely use this technique, guys. Another way of taking the ball when you come into contact with your opponent is by pushing him away from the ball. The bigger your player is, the easier he will rip the ball from him. All you need to do in order to win an advantage over the situation is to tap circle or be a couple of times until you take the ball. Be careful, guys, because this technique may cause a penalty if used in the box. If you are in your own half, in half possession of the ball, especially in the penalty box, and you are pressed by one or more opponents, it's much better than RB of the ball by using the set, up front, using a powerful lap ball. My favorite technique of defending is by using the second team, by pressing R1 RB of your controller, you will send one or more of your teammates. Ну все, я понял, короче, я понял. Типа я научился к арабской технике отборов. У меня научился арабской технике отборов. Осталось продемонстрировать это. Погнали. Эээ, че там. Эээ, че там, давайте, погнали. Но теперь, а, блин, я музыку забыл вернуть. Теперь я идеально понимаю, че от меня хотят. Все. Так. Где музло? Я знаю, вы соскучились. Так. На самом деле, там болгар, да насрать, болгар, румын. Хочу насрать. Я просто хочу, я не понимаю, у меня вообще не получается в обороне играть. Я именно из-за обороны чаще всего проигрываю. То есть в атаке-то я могу что-то изобразить, но и то я не умею там финтииться, убирать от себя мечи, то, что они делают постоянно. А, ну, тач-дриблинг надо было еще видео посмотреть. Ну-ка, может, успею. Че-дриблинг надо было. Добро пожаловать быстрее. Добро пожаловать в следующий фифа 16-й туториал. И сегодня у нас есть что-то особенное и уникальное. Я буду вам представить новую не-тач-дриблинговую функцию. Я купил EA для этого года. Так, на первой стороне это выглядит легко, чтобы защитить движение. Но, поэтому я здесь, чтобы показать вам, что, если использоваться правильно, эта skill может быть гейм-ченжер. Ага. Да пошел ты, ты еще меня ничего не научил, я не буду ссылки на тебя давать. Сейчас я проверю сначала, защита работает или нет, тогда в атаке начну учиться. А то он уже начал, типа, скинь друзьям видяшку. Блин, 10 минут рекламировал дресню, потом 10 минут себя. Тоже у него бизнесмен-манки. Так, я, видимо, согласился с красным все-таки играть на коннекте, я не обратил внимание. Ну-ка. Оп. Тут невозможно проверить, к сожалению. Такое ощущение, что меня по голове кто-то бьет каждые 3 секунды на такие лаги прикольные. Так. Во, коноплянка. Хорош. Блин, а откуда столько народу? Ну, играть невозможно, к сожалению. И ливнуть тоже нельзя, потому что это драфт. Че-то я, видимо, тупанул и согласился все-таки на игру с красным коннеком. Так, ну че, пока болгарская защита действует. Я жму все, как меня учил этот Краиси. И фига народу выбежал на нее. Оп. Слушайте, ну смотрите, болгар научил чему-то. Я врать не буду. Я две кнопки нажимаю, которые он показал. Нормально получается. А все, раскатали меня. Опять отскоки. Ай! Как это отскоки контролировать к сопернику? Чтобы ко мне мяч улетал. Болгар расскажет? Сомневаюсь. Так. Блять, как... Играть просто невозможно. Какая-то французская тема началась. Мне как раз Гризман с Бензимой в нападении. О-о-о-о! Это опять бразильская... О-о-о, болгарская тема. Ай, жалко. В таких лагах бы забить, да, парни? О-о-о! Работает! Да сколько штанг-то еще будет, блин! Про это болгар ничего не рассказывал. Ну вы охренеть! У меня две штанги, у него первая же атака. Ну причем в таких лагах, сука, ну никак не отберешь. Я зажимал все это дерьмо. Эх! Давайте, блять, французские ублюдки, ну... Плотнее стал в обороне. Если бы это не было лагающий мудак, я бы, наверное, нормально сыграл. Вон как я его ловню. Ну тут просто не повезло, то что... Сейчас вообще не смог отобрать. Вроде жал все то же самое, они минуты скачали. Ой, как тошно-то от этой игры. Блин, ливнуть, наверное, надо все-таки. Сейчас блевану, не могу больше. У меня уже голова болит от этих лаг... Как я тупанул-то, не посмотрев на коннект, а? Сука. Сейчас бы сыграть с нормальным соперником. С этой защитой было бы нормально. Не беги. Это клевая тема. Ну как? Ахахаха! Ахаха! Боже мой! Ну почему? Желаги! Ну за что мне это, блядь? Две штанги, мимо, в упор, ну ёп... Блядь, невозможно играть. Просто невозможно. В пизду, да, ливну? Лучше новый начать с нормальными соперниками. Это просто какое-то издевательство. Ну... Пожалуйста, побыстрее. Скипни. Да даже повтор лагает. Скипни его, идиот! Я уже не играл. Как бы я решил выходить. Я не могу. Это бред. Даже если мне удалось там отыграться, это не стоит того вообще. В сраку. Лучше начать и нормально сыграть. Поотработать оборону. Это реально. Побыстрее, пожалуйста. Эти паки. В них все равно нет ни хрена. Да. Да. Может стримить весь день. Тогда уж я не знаю. Все равно. Просто, ну, играть невозможно было. Тихо. Опять одно говно. Ладно, возьму это. Месси. Ну, это прикол какой-то, наверное, я не смеюсь, но окей. Рыжиновик. Блин, не люблю я этого чувака, но придется брать. Трахорос. Кал, ну ладно. Албелин фарм Марцелла. Марцелла кривой. Опять этот набор унылых уродов каких-то. Так, Моя. Без разницы абсолютно. Вот этого возьму. Напад остался. Значит, не дают пока. Как бы не пришлось играть с этим бомжом. Ну, что за прикол-то, а? Ладно, Бейла уже можно будет в атаку поставить в случае чего-то. Блин, ну мужа нападающий как-нибудь. Ну, ладно. У меня вот таки дали в арте. Или Бейла поставить. Бейла как-то покруче, на самом деле. Не, я все сделал, что мог, да? Ну, да. Ну, да, наверное. Так, тренер. Бразил. Погнали. А, нафига я бразил? А, ну все, ладно. Тогда Неймор пусть в атаке бегает. Ну, все, сейчас и найдется соперник с нормальным коннектом. Это все в моих руках. Такого набора говноедов по атаке у меня, по-моему, еще не было. Так, отлично. Это опять он! А, нет, у того КР-7 было. Ну, ладно, неважно. Все, чуваки. Сила Болгарина мне поможет. Я посмотрю все его атакующие видео. Тоже научусь играть как про. И все будет хорошо. А пока мне надо обыграть эту БПЛ-ку. Жесткую. Жесткую БПЛ-ку. Под музыку из Кастальвании. Оп, оп, оп. А? А? Ну, что за фигня? Он меня по лицу ударил. Так, какая там кнопка-то была? Опа, вот это. Как детеныша. Ну, куда это? Куда это? Так, не выбрасываться он учил. Не выбрасываться. Ой-ой-ой. А, хе-хе-хе, понял. Блин. Эхе-хе. Че, некуда пасовать, да, сука? Это все болгарин. Куда, куда? Ты же должен был... Ладно, хорошо. Хоть так. Ой, блин, я манданду с ворот не убрал. Черт. Хотя, ладно, пусть стоит. Он, карлик, просто все дальние удары пропускает. Не выбрасываемся. Не выбрасываемся. Манданда. Короче, главное правило в защите, я понял, не суетиться. Зажать все шесть кнопок, которые за защиту отвечают, и надеяться на лучшее. Оп. Матчи, я чувствую, станут интереснее теперь. Все равно проходит, сука. Я забыл, как в атаке играть теперь. Че, застрял, пидор? Теперь не так просто пролезть с фланга. Хотя все равно просто, это все равно обузная тема, и все равно все будут ее юзать. Давай, Месси, давай, да. Блин, нафига я отдал. Вот сейчас у меня просто жирный палец с жирного пульта начал соскальзывать. Со стика. Так что, не получилось. Дальше за Месси убежать я хотел, но пришлось пас отдавать, потому что только так я мог победить жирный палец.